так всем привет это видео будет про швейную машинку начало кстати есть у меня на канале покупала а когда я покупала год назад или два года назад машинку и мне сейчас на данный момент очень нравится дизайны от kimberbell вот прям мечтаю их пошить там много разных таких интересных вещей но и подумала что что мне все равно пригодится это какие-то маленькие делать вышивочки и все такое прочее и я купила своей машинки вышивальный как это назвать короче сделала наращивание на свою машинку вышивальное наращивание и можно кстати здесь и квилтинг делать тоже я купила уже поддержанная я не стала покупать новое потому что новая стоит две с половиной тысячи но мне предложили за по моему 250 долларов 250 долларов или 300 300 долларов я посмотрела что фактически смотрите здесь бывают такие вариации что многие покупают что-то но попробует пару раз не пошло или не понравилось и продают опять за три копейки здесь вот видите даже вот эти вот центра ушки их назвать они видите даже еще с пленкой то есть они даже не открывались ни разу и пяльца сейчас покажу к этой машинке только одни пяльца стоит 500 долларов вот эти вот эти пяльца там надо посмотреть какой они размер это то что идет к машинке то есть совсем маленькие чуть больше еще больше и пяльца которые я смотрела совсем большие не по моему стоит около 500 долларов и я не знала если у меня лапка вышивальная и я купила еще вышивальную лапку лапка стоит только 40 долларов теперь покажу он неудобно одной рукой снимать немножко запылилась и вот такое вот приспособление оно присоединяется к машинке вот здесь вот это как раз это как раз приспособление идет к пяльцам вот там вот видите есть все коннекторы к машинку и вот так вот просто пяльца подсоединяется с тканью вот так и вышивается и как я сказала есть прям такие большие но те уже стоит 500 долларов ну короче для того чтобы попробовать посмотреть надо мне это или нет я решила взять вот такую на новое видите в коробке ее просто клиентка пришла и трейд сделала обменял наверное или на был более новую модель или еще как-то не знаю не удавалось подробности видите трейдин 2023 году в 12 12 месяц декабре а в январе по моему я не купил или феврале а феврале я купила через два дня после моего дня рождения я себе не просила никакой подарок и зашла в магазин как-то посмотрела и часто у них покупаю ткани и как-то у них посмотрела игры вы мне в прошлый раз говорили что есть такое приспособление к вышивке и конкретно конкретно я хочу вот вышивать вот эти наборы kim barbell так посмотрела они такие дорогие получаются ну не знаю хочу попробовать очень красиво все смотрится и она мне сказала что можно вот купить вот такое приспособление и решать на машинке ну то что у меня есть вот так вот так выглядит моя машинка я купила и специальный стол здесь страны у меня но я работаю здесь у меня есть все сразу одновременно и сейчас буду присоединять надеюсь мне стало этого хватит убираем столик и вот здесь есть такие пазики и вот сюда в эти пазики мы вставляем машинку дальше что дальше видите она сама нужно выбрать здесь да я знаю нужно выбрать здесь функцию к вышивке сейчас буду полностью все разбираться вот как раз смотрите есть полностью вот этот модуль вот он это то что я купила и и вот все что нужно здесь сделать и есть еще здесь вот видите м модуль машинка еще вышивается ю избе приспособлением вот все полностью рассказано показано как что здесь делается видите смотрите все полностью подробная инструкция и даже какие нитки нужно использовать и кстати вот эти вот видите и можно дженерал это наверное основные до базовые вот такие вот вещи можно делать тоже это как бы вышивка но это даже и не вышивка это идет квилтинг уже и конкретно вот для дизайна в кимбербелл там каждому скажем так каждому проекту идут свои нитки стартин ту эмбродери селекции на вот полностью все рассказано показано как делать как выбирать хуб как он называется хуб яйца и полностью видите описание сейчас буду все это дело изучать смотреть пробовать как начать вышивать и даже если какие-то здесь неполадки здесь машинка сразу показывает если что-то неправильно или еще что-то и кстати можно сохранять сюжеты которые например уже вышивались они сохраняются в машинке в компьютере вот все подробные инструкции все 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 рассказано и показано сейчас буду пробовать пока вам снимала видео и у меня на машинке нажала вот на эту вот как раз штучку и вот здесь вот на машинке сразу же все выскакивает либо юсби нажимаешь либо то что в папочках есть это основная базовая наверное да такие базовые модели которые можно обучивать попробуем нажать сюда я машинку покупала юст я брала машинку но она почти новая и возможно либо вот это вот предыдущие хозяйки пользовались добавляли либо посмотрим что здесь вот они все эти сюжеты которые я искала для квилтинга вот они все здесь есть вот они все здесь есть это какой я нажимал вот эту по-моему нет да сезон миллер вот они эти цветочки все да это основные базовые вот эти вот вещи дизайн бокс что тут еще есть луиза мэйерс мэйер цветочные сюжеты даже видите какие-то элементарные вещи тут уже есть и юсби это то что я буду делать я буду покупать сидит диск кидать на юсби и буду вышивать конкретно по юсби приспособление все просто думала блин и сейчас буду здесь не буду знать как это все делать как это все находить но нет оказывается все просто вот смотрите элементарно показывают размер пялец овальные 145 на 255 маркировка стоит вот откуда начинается потом номер лапки двадцать шестой это вот то что я купила нитки и все и все представляете и вышивается вот такой вот сюжет и смотрите это то что я купила да вот все же все здесь показано где чего и как вот эти вот штучки кладутся находится центр здесь даже есть смотрите подробная инструкция хупин за фабрик как 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 запяливать ткань именно в пельце и здесь очень часто я смотрю магазинах продают адхесив спрей всякие разные стабилайзеры это клеевые скажем так по-русски если и они полностью тут рассказывают показывают какие стабилайзеры нужны и все такое прочее и видите полностью здесь все написано расписано и конкретно вот я нашла вот этот вот вот этот вот рисунок вот смотрите видите он есть на компьютере вот он его можно сделать в разбег вот такими можно вот кучка сделать можно сделать вот такой полоской что тут еще а и воротничок вот такой сделай до вот такой круг классно попробую что у меня из этого получится в общем все в общем все знаете так подробно написано и рассказано и даже видите это то что мне в магазине сказали и здесь есть все в книге кстати почему она мне ну упомянула это что в машинке когда для шитья здесь в бобиной вот в этой вот коробочке здесь используется другой заправщик нитки там ну короче вот эта вот петелька она идет по другому вот видите а здесь она там за язычок просто цепляется она мне кстати об этом сказала в магазине спасибо ей большое ну в общем все очень просто а теперь покажу вам такой свой опыт что же такое вообще этот кимбербелл с чем едят я попробовала самые самые простые самые элементарные вещицы сделать я сделала салфетки на стол и дорожку в таком сером цвете льняном лен люблю серый цвет серый голубой они близки по тону серый голубой все оттенки серо смешанные серо-голубые и и я попробовала вот вышить вот эти вот салфетки машинка все сама делает все сама вышивает и покажу вам еще один новый набор который я планирую делать в будущем покажу сначала вот эти вот вещицы они совсем простые все вышивается очень просто еще до конца не отутюжила все вышивается на машинке вот так на уголочке вот такой вот листик это аппликация давайте наверное сейчас просто покажу вот то что здесь есть и буду дальше рассказывать что это за такие наборы скажем так ким барбелл то есть самый простой я выбрала самый простой мне нужно было попробовать посмотреть что это из чем едят то есть вот такой вот листик это все тоже вышивается на машинке потом вот такой вот желудь канадский листик тыква и по низу вот этой вот салфетки ранен тейбл называется здесь по низу такой дорожки скажем так по-русски то есть тоже нашлись вот такие вот листики вот так стой и с другой стороны это как я вам говорю это самое-самое простое что может было на чем я хотела просто потренироваться порепетировать и вот у меня случился такой комплект я люблю всякие вот эти вот столовые дорожки столовые скатерти и все в таком духе и посуда и все на свете это мое и к этим салфеткам еще вот такие вот ну один паттерн только разных цветов нитки вот такие вот типа кольца вот так их нужно сделать просто просто вот так так это я сейчас убираю буду показывать вам следующий мой сюжет буду вышивать вот эту вот подушку так следующий сюжет буду вышивать вот эту вот подушку идет идет вот такая вот книжка с полным описанием что должно быть куплено к этим сюжетам сколько ткани еще есть вот такой вот эмбэлишмент пэк эмбэлишмент пэк кит там всякие разные инструменты которые из которых будут делать делаться аппликация а потом там пуговицы будут нашиваться и все такое прочее и всего три до раз два три всего здесь три сюжета я посмотрела американские блогеры показывали как вышивается этот сюжет то есть на каждый фрагмент где-то уходит сказали где-то два часа то есть сюда два часа сюда два часа сюда два часа потом они вместе сшиваются и образуется вот такая вот подушка ну а здесь уже это обычный квилтинг который просто просто будет пришиваться нашиваться и здесь кстати тоже еще каждый кусочек по-своему выше и здесь полностью в этой книжке подробнейшая инструкция как что накладывается как это все вышивается какие нитки используются я вчера начала разбирать это все видите все подробно подробно все подробно описано априке инструкшнс подробно все написано первый блок как он делается из чего и все подробно написано как вот этот попкорн вышивается все на свете я вчера обнаружила что мне еще не хватает здесь ниток и сиди мне нужен конкретно на этот дизайн видите все вообще рассказано как даже ткань отрезать и я купила полностью ткани я купила полностью ткани которые вот на этом куске будут вышиваться все три блока вот такой отрез и вот эти вот всякие разные кусочки все куплено по по ключу что должно быть и зачем единственное я купила горох здесь присутствует по-моему какой-то другой горох его не было в наличии по-моему вместо этого гороха я купила вот этот его не было в наличии но мне кажется горох и горох а где этот горох вот он вот здесь вот то есть у меня вот здесь вот будет другой горошек все может даже еще и красивее будет и что входит в эти наборы в эти эмболишменты пакет и заодно вам расскажу покажу вот по предыдущему сюжету что это такое блестящее и с чем это едят я тут уже видите немножечко лазила так вот такой кусок шерсти это один и три квотер одна четвертая инча вот такой вот поролончик и вот как раз видите вот эти вот всякие вот эти вот блестящие вещи это то что я вот делала вот здесь вот они продаются отдельно там целые отделы конкретно только этого дизайнера и все что там например какой-то дизайн выбираете и все что хотите из него вышивать там можно подобрать любой любой винил любую блестящую какую-то видите вот такая вот штучка вот такая потом вот такой винил такой горох на сетке вот такой белый винил серебристый винил красный вот такой винил вот такой красный черный потом это будет веревка наверное для флажков как я понимаю где-то тут веревка была вот она видите вот она эта веревка и прищепки как раз здесь будет пришиваться такой кусочек покрывала вот такой вот видите вот этот вот весь он как бы будет отдельно потом видите всякие вот эти вот флажки флаги потом когда уже в самом конце все это вышится сюда здесь вышивается одновременно такие такие типа зигзагом обшивается и потом можно будет вырезать такие дырочки туда вставляются вот эти вот огни то есть вот это вот все еще потом будет гореть огнем и вот такие вот пуговицы которые тоже будут пришиваться здесь по моему вот в этом доме собака долматинец вот здесь вот котик вот этот вот потом вот это газовая станция вот здесь пуговица здесь по моему будет вот этот вот вот этот баскет с едой и где еще вот здесь вот видите это вот эта пуговица ну и вот это вот газовая заправка это вот сюда вот все и вот конкретно видите main street celebration button это как раз конкретно для этого сюжета укомплектовано все сложено ничего не надо искать все находится в наборе и есть еще вот такой вот кусок стекла прозрачного даже не имея никакого представления возможно это будут всякие разные вот эти вот окошки делаться со стеклом вот такой вот наборчик очень много сюжетов как я уже сказала и весенние и и новогодние и там столько всего там просто глаз не отвести но сейчас я уже понимаю что это все ну скажем так не дешевые такие недешевые такие сюжеты но смотрится очень красиво и еще она делает и квилтинге то есть там квилтинг тоже идет еще она делает очень много разных квилтингов которые тоже очень красивые если хотите то можно если кому так сильно интересно любопытно вот этот сюжет 2020 года кимбербелл просто нажимаете не знаю я если эти если эти дизайны в россии но здесь вот их полно в швейных магазинах есть вот специальное дело где продается полностью все инструменты все 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 именно только для ее сюжетов все наверное остановлюсь здесь пишите нравится вам не нравится если может быть даже кто-то не может купить такие вещи я уверена что мне было бы интересно посмотреть даже просто посмотреть распаковку всех вот этих вот интересных вещиц особенно для тех кто вышивает и для тех кто шьет и кому вообще просто интересное рукоделие все спасибо большое за внимание всем пока пока